Прогуляться по Венеции 16 века, узнать мрачные истории шекспировского Лондона или отчеканить на память Тверскую монету. Всё это могли сделать гости девятого научно-популярного фестиваля «Цифровая история», который состоялся в ККЗ «Панорама». Посетили фестиваль спикер областного парламента Сергей Голубев и сенатор от Тверской области Андрей Епишин. В фойе гостей встречала книжная ярмарка, тематические экспозиции и фотозона. Здесь можно было не только приобрести книгу и взять автограф у любимых авторов, но и виртуально прогуляться по Тверскому Кремлю, познакомиться с популярными видами оружия и военной экипировки различных исторических эпох. И, конечно же, то, ради чего съехались в Тверь из разных городов гости фестиваля. Восемь часов интереснейших лекций от профессиональных историков, глубоких специалистов по своим вопросам. Поскольку одним из самых известных уроженцев Твери является самый знаменитый русский путешественник Афанасий Никитин, мы решили посвятить этот фестиваль идее путешествий, путешествий по странам и эпохам. И каждая сегодняшняя лекция посвящена какому-то путешествию, совершенному в истории. Это и путешествие Петра Великого в город Амстердам, и первое русское посольство в Англию, произошедшее при Иване Грозном, и многие другие. Кроме самих лекций, фестивальный день был насыщен выступлениями реконструкторов и сценическими номерами на исторические темы. Интерес к подобным научно-просветительским мероприятиям огромный, отмечают организаторы. На YouTube-канале проекта «Цифровая история» некоторые лекции набирают сотни тысяч просмотров. А на офлайн-встречи постоянные зрители приезжают из самых разных городов. Благодаря фонду очень много, особенно молодежи, просто реально стало интересоваться, просматривают ролики. Я могу по своим детям просто свидетельствовать. У нас, вы знаете, готовится к официальному открытию «Россия. Моя история» огромный комплекс. Я думаю, вот такие фестивали для этого комплекса – это оптимальное сочетание и выставочной экспозиции, и вот такого живого общения с ведущими учеными, публикователем истории. Как отметил спикер областного парламента, кандидат исторических наук Сергей Гоудов, популяризаторы науки выполняют важную общественную миссию. Ведь все мы сейчас активные пользователи интернета, где порой непросто отличить правдивую информацию от многочисленных фейков. Самое главное, что, наверное, наука и ученые должны обозначить пределы своего взаимодействия с интернетом. То есть здесь необходимо, с одной стороны, продвигать те вещи, которые интересны, интересны, потому что неинтересны в интернете, не будут обладать популярностью, безусловно. И вещи научные, которые основаны на реальных событиях, на реальных фактах, на реальных процессах, экспериментах и так далее. Собственно, то, что делает цифровая история. В целом, по мнению организаторов и гостей фестиваля «Цифровая история», у нашего региона огромный потенциал для развития познавательного туризма. Подобные научно-популярные фестивали с лекциями ведущих ученых можно сочетать с экскурсиями по городам Верхневолжья, где гости смогут на месте познакомиться с богатым историко-культурным наследием Тверского края.